Как мы можем привести себя к состоянию, когда мы захотим платить по своим долгам, если наша природа сопротивляется этому всячески, то есть природа человека? Если наше страдание будет больше, чем наш эгоизм, то мы захотим платить. А как же? Возьми любого человека, начни бить. Знаешь, бьёшь, 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 не хочет, не хочет, потом начинает уже просить, потом начинает плакать, а потом согласен. Всё зависит от того, сколько ударов и какие удары. Мы ведь с вами состоим из желания насладиться, то есть очень чувствительны к страданиям. Поэтому немножко нажать на человека, и он всё сделает, как природа захочет. Мы с вами не герои абсолютно никакие. Мы с вами очень маленькие существа, очень нежные существа. На нас надавить, ну, просто ничего не стоит. Ну, представьте себе, сейчас на 30-40 градусов, что такое в природе 30-40 градусов, упадёт температура. И всё, и нас уже нет. Или, наоборот, поднимется на 30-40 градусов. Или что-то произойдёт с давлением или с влажностью атмосферы. С чем угодно. Кто мы такие с вами? Мы-то, мы привыкли существовать в каком-то более-менее равновесном состоянии, потому что природа нас внутри него развивала. Природа сохраняла какой-то баланс свой, а внутри него развивала нас. А сейчас доразвивала нас до конечного состояния. И сейчас мы должны уравновесить то, что брали от природы. Верните долги. Взяли мы от неё много, а как вернуть? Вот сейчас нам надо узнать её закон и ему соответствовать. А что значит соответствовать и что значит вернуть долги? То есть, что, собственно, надо делать человеку? Это очень просто. Вся природа находится в гомеостайсе. Вы знаете такое? Это принцип равновесия. Когда все элементы природы абсолютно связаны между собой, жёстко, по структуре, железной. И все они занимаются только одним. Поддерживают друг друга и всю систему в целом в состоянии абсолютного равновесия. Если где-то что-то выходит из равновесия, сразу же остальная система компенсирует этот выход. И так далее. И таким образом она существует. Она и развивается, она переливается, как волны тут и там. Но это всё во взаимной компенсации. Так вот, когда это всё происходит под воздействием общего закона природы, то это так и происходит. И природа движется всё время к какой-то своей определённой цели. Вся вместе эта конструкция. По своей гармонии, по своему внутреннему закону, по его формуле. А когда возникает в этой системе параметр, который выходит из себя, из этого равновесия, человек, тогда возникает проблема. Как его привести к этому состоянию? А человек возникает не просто как неравновесие, которое вызывает следующее правильное движение. Его неравновесие возникает потому, что он начинает эту систему потреблять, как раковая опухоль. И тогда природа начинает его оккупировать внутри себя, замыкать в капсулу, знаете, как организм делает с любым инородным телом. Он желает его оккупировать для того, чтобы затем его постепенно или уничтожить, или просто закрыть его так, чтобы его сохранять просто в таком неживом виде и всё. Главное, чтобы не нарушал всеобщую другую работу. Вот сегодня мы с вами являемся свидетелями такого отношения природы к нам. То есть, в общем, мы идём к тому, что природа нас оккупирует. Она нас замкнёт в себя, в таком маленьком кольце. Так что у нас не останется с вами просто возможности выжить. У того маленького количества людей, которые всё-таки выживут, выживёт, оно выживёт за счёт того, что поймёт осознанный характер этого развития и будет ему соответствовать. Так написано в каббалистических книгах. Это не ужастики, не пугало будущего конца. А это закон природы. И об этом пишут, кстати говоря, и учёные сегодня уже. Понимаете, с чем это сравнивают? Ну, они сравнивают с тем, что, допустим, сейчас будет ещё одна такая зима, а потом ещё одно такое лето, и нечего будет кушать. Уже половина населения Земли умрёт. Как у животных случается. Мало пищи – умирают. Поголовье падает. Много пищи снова размножаются. Так и у нас. А чем мы не животные? Если мы так будем полностью зависеть от природы, когда она с нами начнёт вести себя так же, как с животными, то так оно и получится. И так далее. То есть природа вынудит нас в итоге, конечно, она поборет нас и вынудит нас понять, в чём причина наших страданий. Мы захотим её узнать. И придём к разгадке того, что пишется в этой статье.